Очень важная информация. На прошлой неделе было зарегистрировано два случая мошенничества в Калининском и Курчатовском районах города. Да, молодая женщина примерно лет 30 и среднего телосложения приходила к пожилым пенсионерам и представлялась сотрудницей социальной службы. Злоумышленница втиралась в доверие людям преклонного возраста, предлагала обменять имеющиеся в доме наличные деньги пенсионеров на купюры нового образца. И чтобы пенсионеры дали согласие, мошенничество рассказывало о преимуществах обмена денег на дому, что никаких очередей нет, что нет необходимости ехать в банк и менять старые деньги. Естественно, пожилые люди на это с радостью ушли, но вместо настоящих денег незнакомка вручала наивным бабушкам и дедушкам поддельные банкноты так называемого банка приколов. И о том, что вместо новенькой купюры им доставались обычные фальшивки, пенсионеры узнавали уже в магазине при попытке оплатить данными фальшивками товар. И вот мошеннице обманным путем удалось выманить у доверчивых пенсионеров около 100 тысяч рублей. Похоже, на этом она не остановится. Да, и у нас в гостях сегодня на эту тему пообщаются с нами Дмитрий Долгужев, главный эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения Челябинск Банка России. И Николай Глазунов, подполковник полиции, начальник оперативно-сыскного отдела по раскрытию преступлений, связанных с мошенничеством ОУР ОМВД России по городу Челябинску. Доброе утро. Во-первых, спасибо, что пришли. Но вот расскажите, что это происходит, как это происходит, вообще нужно ли обменивать деньги? Естественно, как мы постоянно предупреждаем, деньги обменивать не нужно. Никаких денежных реформ, связанных именно со срочным обменом денег у нас не было, нет, и мы считаем, и не будет. Поэтому мы в очередной раз предупреждаем людей, что при попытке поменять деньги просто в 100% это действуют мошенники. То есть, естественно, деньги обменивать не нужно. Если все-таки такая ситуация произошла, чтобы люди были готовы к этому, куда смотреть в первую очередь? А давайте я вот вам вручу эту бантноту, и вы сами попробуйте увидеть по моим словам. Да, вы пощупали ту рельефную надпись, которая очень хорошо на годных деньгах прощупывается и определяется. Это служит определенным таким защитным элементом. Также я знаю вот эти, да? Да, да, да. Это тоже метка для людей с ослабленным зрением, очень хорошо прощупывается. На что еще можно обратить внимание? Вы знаете, что в купюре, на купюрах присутствуют водяные знаки. То есть мы размещаем банкноту на просвет и видим, что в ней какая-то картинка. Картинка и обязательно вот эта магнитная лень. Защитная нитка, да. Защитная нитка, да. Ее тоже можно посмотреть. Посмотрите, герб города Хабаровска переливается с одного цвета на другую. Это то, что касается пятитысячной купюры, к которым мы привыкли. А вот, допустим, двести и две тысячи. Новые купюры, да, которые еще не знают. Давайте их посмотрим. Предлагаю посмотреть на вот этот вот элемент. Посмотрите, вот здесь вот нет. Солнышко, солнышко. Солнышко. Покрутите банкноту. У вас, смотри, такого нет. У вас другое есть. У меня потому что 200 рублей. Видите, там переливается колечко. Да, 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 да. И само солнце тоже меняет свою окраску. Также можем посмотреть муаровую, то есть радужную картину на однотонном поле. Это надо на левую сторону банкноты обратиться. Нет, 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 нет. Вы были на лицевой стороне. Что ж, я поняла. Самое главное, это, конечно же, вот в первую очередь обращать внимание на купюры. Правильно? Просто мы уже вот о защитных вот этих вот свойствах сказали. Свойства поговорили, да. Поговорили. И вот, Николай Анатольевич, а в основном вот кто попадает вот под эту категорию обманутых? В основном это пенсионеры? К сожалению, да. К сожалению, это в большинстве своем, это именно пенсионеры. И причем вот людям пожилого, престарелого возраста, да, они не будут рассматривать какие-то наличия... Каких-то специальных защитных там свойств и функций и так далее. Потому что вот их обманывают таким образом, что меняют настоящие пятитысячные купюры на так называемые билеты банка приколов, на котором прямо написано большими буквами, что это пять тысяч билетов банка приколов. То есть там не написано, что это рубли. И тем не менее, наши с вами бабушки, дедушки в силу своего возраста уже, да, они просто не обращают на это внимания. Поэтому самое-то главное, донести до них, что нет никакого срочного обмена денег и просто им не нужно это делать. То есть им, они не нуждаются в этом обмене. Ну что ж, спасибо вам большое за эту информацию. Это действительно очень необходимая и нужная информация. Так что, дорогие наши телезрители, никому не открывайте двери и не меняйте никакие купюры, будьте осторожны. А этого делать не стоит. А я напоминаю, что у нас в гостях были Дмитрий Долгушев, главный эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения Челябинск, Банка России. И Николай Глазунов, подполковник полиции, начальник оперативно-сыскного отдела по раскрытию преступлений, связанных с мошенничеством ОУР ОМВД России по городу Челябинск.